Это актриса молода, красива, талантлива и трудолюбива. Именно талант и трудолюбие стали основными ключами на пути к славе. Сегодня Светлана Хаченкова очень востребована и не нуждается в представлениях. У нее практически нет провальных проектов. Несмотря на достаточно молодой возраст, актриса успела засветиться не только в отечественном кинематографе, но и в Голливуде. Слава к Светлане Хаченковой пришла буквально с первой картины, которая называлась «Благословите женщину», где она сыграла главную героиню. Родилась Светлана Хаченкова 21 января 1983 года в Москве. Когда девочке было два года, родители разошлись, и мама увезла ее в железнодорожный, небольшой подмосковный город. Здесь маме было немного проще растить дочку, ведь отец совершенно не интересовался ребенком и не помогал ни материально, ни физически. Их общение с дочерью началось после того, как Света уже окончила школу, а все эти годы мама растила ее сама. Чтобы дочь ни в чем не нуждалась, мама соглашалась на любые работы и в свое время работала и маляром, и дворником, и уборщицей. Когда Света немного подросла, то решила, что нужно маме помочь, и мыла вместо нее подъезды, но все равно денег катастрофически не хватало, они могли купить только предметы первой необходимости. Света росла умным, воспитанным и послушным ребенком. Она видела, что маме тяжело, поэтому старалась ее не расстраивать. Девочка хорошо училась и вела активную общественную жизнь. Мама понимала, что для достижения успеха нужно хорошее образование, поэтому отдала Светлану в муниципальный лицей. Проблем с поступлением у Светланы не было, педагогам очень понравилось, это скромная и воспитанная девочка. Примерно в 10-летнем возрасте Светлана начала быстро расти и вскоре стала очень стройной и привлекательной девушкой. Она быстро поняла все преимущества своего внешнего вида и решила попытать счастье в модельном бизнесе. Хаченкова сама отправила заявку Владимиру Зайцеву и была приятно удивлена, когда ее пригласили на работу. После этого ее комплексы начали постепенно таять и пришла уверенность в собственных силах. Вскоре Светлана уже сама зарабатывала себе на карманные расходы. Агентство заключило с молодой моделью контракт, и она почти 6 месяцев провела в Японии. Она вернулась оттуда с баснословной для тех времен суммой – тысячей долларов – и помогла маме осуществить ее мечту. В их квартире появился телефон. Карьера Хаченковой в модельном бизнесе стремительно росла вверх, но близилось ее совершеннолетие, и ей начали поступать предложения об интимных услугах. У девушки были довольно строгие моральные принципы, поэтому такая постановка вопроса для нее оказалась неприемлемой. Хаченкова ушла с подиума. После окончания школы, имея на руках достаточно приличный аттестат, Светлана определенно не знала, чем собирается заниматься. С модельным бизнесом было покончено навсегда – идти в медицинский, о котором мечтала в детские годы, тоже не получалось. Девушка совершенно не дружила с химией и биологией, да и вид крови вызывал в ней неадекватную реакцию. По совету мамы, которая считала, что нужно иметь надежную специальность, Светлана стала студенткой экономического факультета Института мировой экономики. Причем с экзаменами она справилась на удивление легко. Но проучилась Светлана в этом институте совсем немного, даже не добыла до первой сессии. Организовала перевод в другой институт и стала студенткой факультета рекламы, в надежде оказаться ближе к миру искусства. Вскоре Хаченкова поняла, что и это решение было ошибочным. Ей приходилось посещать лекции по тем же малоинтересным для нее предметам, что и в предыдущем вузе. Светлана продолжает упорно искать себя и свое предназначение. Девушка решила попробовать свои силы в театральном вузе и записалась на подготовительные занятия в щуку. Маме о своем выборе Светлана пока не сказала ничего, потому что заранее знала ее реакцию. Женщина была твердо уверена, что в такие учебные заведения поступают исключительно по блату, и у дочери нет никаких шансов. Но судьба оказалась благосклонной к талантливой абитуриентке, она успешно сдала все испытания, и одна из всей подготовительной группы сумела поступить. После получения диплома Светлана с головой окунулась в кинематограф, и не служила ни в одном театре. Единственное исключение она сделала для независимого театрального проекта, который предложил ей роли в нескольких антрепризах. Как сказала артистка в интервью, она не умеет проводить отпуск на пляже, а предпочитает активный отдых. Однако на страничке Хаченковой в Инстаграме есть несколько фото в купальнике с морских курортов. Среди любимых занятий звезды конный спорт – танцы и водные лыжи. До 2010 года личная жизнь исполнительницы была тесно связана с актером Владимиром Яглычем. Пара познакомилась в Щукинском училище, молодой человек учился на курс старше, при знакомстве сразу понравился Хаченковой. Романтические отношения между ними начались позже. В 2003 году Светлана получила предложение сняться в картине «Тихий московский дворик», удивившись, что на роль супруга в фильме утвержден именно Владимир. Эти съемки стали счастливыми для пары, ведь между молодыми людьми завязался роман. В 2005 году Яглыч и Хаченкова сыграли свадьбу. Брак просуществовал пять лет. За это время актеры так и не обзавелись детьми, так как оба были увлечены карьерой. Ходили слухи, что актер ревновал свою супругу к партнерам по съемочной площадке, к тому, что Светлана согласилась на фотосессию в журнале «Плейбой». К тому же карьера исполнительницы на тот момент складывалась успешнее. После развода с мужем Хаченкова начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Поклонники артистки отмечали, что ее новый избранник внешне похож на бывшего мужа. Интересно, что уже в молодости он прослыл звездным Донжуаном. В его послужном списке – телеведущая Анфиса Чехова, актриса Настя Задорожная, певицы Вика Дайнеко и Рита Дакота. Тем не менее отношения с Хаченковой оказались более перспективными. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на сцене театра после завершения спектакля с участием Светланы. Несмотря на то, что актриса ответила утвердительно, свадьба так и не состоялась. Вскоре о личной жизни исполнительницы вновь заговорили, в ее избранники записали Дмитрия Малошенко, коллегу по актерскому цеху. Позднее артист признался, что связывала его с партнершей исключительно дружба. В 2018 году Светлана возобновила отношения с Георгием. Об этом сообщили репортеры, предоставив в доказательство совместные фотопары, которые были сделаны во время отдыха на Бали. В 2020 году на церемонии вручения премии «Золотой орел» артистка появилась с помолвочным кольцом. Новость о ее беременности не подтвердилась. Хаченкова была одета в облегающее платье золотистого цвета, которое подчеркивало все достоинства фигуры. Репортеры предполагали, что Светлана приняла предложение Петришина и даже переехала в его апартаменты. Но позднее стало известно, что Георгий женился на Олесе Кафельниковой. Несмотря на то, что Светлана скрывает свои романтические увлечения, в 2021 году в сеть просочилась информация о ее новом спутнике предпринимателе Павле Монченко. Избранник моложе артистки, но этот факт не влияет на их отношения. Позднее стали известны подробности об избраннике звезды, который оказался ее соседом. Знакомые пары в конце 2022 говорили о планах молодого человека жениться, но Хаченкова упорно продолжала хранить молчание. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.